Ну что, будем начинать? Чем вообще пахнет? По-моему, запах какой-то дичи. Хотя, нет, показалось. Друзья, давненько что-то у нас не пополнялся плейлист научное развлечение. Даже как-то скучно стало. Так что сегодня будет что-то веселенькое. Но, как вам известно, я люблю делать не просто развлекательное видео, а с каким-то смыслом. Так вот, часто бывают такие ситуации, когда загоняете машину на ремонт двигателя, снимаете его, и по каким-то причинам это все затягивается. Ждете запчасти, ну либо вообще контрактный движок. И пока он идет, необходимо машину выгнать, для того, чтобы загонять уже следующее. Ну а потом нужно будет без двигателя закатить ее обратно в гараж. Так вот, как это сделать в одном? Думаю, начнем именно с такой ситуации. Я думаю, почти у всех валяются в гараже старые моторчики и стеклоочистители. Они достаточно сильные, и давайте-ка попробуем поставить его вместо двигателя. Посмотрим, сможет ли он хоть как-то ее тащить. На опыт и пойдет докатка, так как в моем автопарке немного прибыло. Ну а старые автомобили необходимо списывать. Так вот, 9.9, думаю, пойдет в разбор. Двигатель у нее уже снят, так что сразу можно ставить что-нибудь другое. Сильно заморачиваться тут не будем. Просто возьмем какой-нибудь кусок трубы, наварим гайку для крепления. Ну и с обратной стороны сделаем переход на стеклоочиститель. Получился такой вот переходник. Осталось закрепить это все на коробку. Кстати, чтобы она не провисала, я сделал вот такую вот планку к телевизору. В итоге КПП висит прочно и в нужном положении. Ну а для фиксации самого стеклоочистителя задействуем его штатный крепеж и уголки. Надеюсь, что не отвалится. Ну хотя у меня тут все рассчитано. Ну вот, все на месте, можно пробовать. Включаем первую и погнали. Сейчас главное резину не сжечь. Ого, заработало! Посмотрите, мы летим прям с огромной скоростью. Правда немного с горки, но все равно. Я думаю, даже вторую включать не нужно, ведь улиток мы и так обгоним. Вот она взрослая машинка на пульте управления. Как вам такой вариант игрушки? Сейчас включим заднюю и попробуем заехать в подъем. Опа, и это все? Что-то совсем слабовато. Двигатель стал крутить только тогда, когда я вылез из машины и начал немного помогать. Давайте для интереса немного добавим напряжение, ну то есть поставим еще один аккумулятор. И подключим их последовательно. Вот сейчас-то машина поехала повеселее и даже скорость добавилась. Но вот стеклоочистителя хватило буквально на несколько секунд. Я даже разогнаться нормально не успел и он уже перестал включаться. Нужно думать что-то другое. Это все снимаем. Надо, наверное, ушем поставить вместо двигателя. Она-то намного мощнее и думаю точно потянет. Но так как у нее обороты довольно высокие, сначала я решил установить понижающий редуктор. Сам переход на коробку сделали из старого диска сцепления. И чтобы не было никаких биений, все это сварить я решил прямо на токарном станке. Интересно, а нормальные люди делают так? Напишите в комментариях. Ну, мне-то думаю можно. Далее еще немного сварочных работ и получился какой-то кронштейн, который даже подошел на КПП. И как видите, редуктор очень прочно притянулся и даже не болтается. Признаюсь честно, сам удивлен. Далее из двух больших шайб я сделал шкив под клиновый ремень и приварил к нему гайку от УШМ. Таким образом, этот шкив можно легко поставить вместо диска. Осталось сделать кронштейн для УШМ. И обязательно выпилить квадратик, чтобы было видно название АЕГ. Ведь инструмент у них реально прикольный. Да и бомбить будет лучше у кое-кого. В общем, было решено сделать направляющие уголки и закрепить их с помощью болта и хомута на УШМ. Ну а на коробку закрепим его просто с помощью шпильки с ушками. Таким образом, мы можем даже натяжку регулировать. Сейчас все затянем, возьмем мой большой удлинитель и немного прокатимся. Вот это мощно! Тачка просто летит! Кто там говорил, что машина не поедет на болгарке? Едет? Еще как! Жаль, что удлинитель короткий. Так бы можно было и подальше уехать. Но суть в том, что машина и в горку очень легко заезжает. Буксовать, конечно, машина не хочет, но все равно тянет очень даже хорошо. Причем даже после всех этих покатушек болгарка не нагрелась. Так что в таком сыровом испытании ей большой плюс. Я думаю, если сделать 4 болгарки на каждое колесо, то будет вообще зверь-тачка. Но это сделаем когда-нибудь позже. Ну а сейчас возьмем по-настоящему мощный инструмент. Это, конечно же, гайковерт. Его плюс в том, что он на аккумуляторе и никакие провода тащить не нужно. То есть мы получим почти полноценный электромобиль. Чтобы вы понимали, что за мощь, я в руках держу. Наверное, покажу, на что он способен. Если включить самый высокий момент, то он легко откручивает ржавые болты на колесах. Причем не срывая их. И можно делать это даже на поднятой машине. Также он легко откручивает болты ГБЦ. И тоже не срывая. Причем не только на тазах. Это реально сильно. Даже болты на шкиве коленвала легко крутятся. Хотя, кто знает, это бывает настоящая проблема. Да и вообще, смотрите, что он может делать с болтами, если это понадобится. И даже после всех этих жестких действий, батарейка даже на одно деление не разрядилась. Вот это я понимаю, сила. Вот такой вот инструмент у шиномонтажников должен быть. Тогда и очередей бы никаких не было в сезон переобувки. Ну это ладно. Давайте-ка задействуем его в нашем тесте. Я уже пробовал зацепить его напрямую к первичному валу через головку и зажимной болт. Но так как гайковерт имеет мощную ударную силу, этот крепеж практически сразу проворачивало. Как бы я сильно его не затягивал. Поэтому сейчас также подключим его через ремень. Кронштейн уже городить, конечно же, не будем. Я думаю, даже в руках его получится удержать. Тестовый запуск сделаем на нейтрале. Ну, вроде бы работает. Давайте пробовать ехать. Конечно, гайковерт имеет немного другой вид вращения, ну то есть удары. Но все равно неплохо тащит машину. Все-таки он очень мощный. Я вообще, конечно, в легком шоке от того, что инструмент на батарейках может творить такое. Если вам интересно, ссылку с более подробной информацией о таком гайковерте я оставлю в описании под видео. В общем, сейчас вы знаете, как в одного катать автомобиль. Можно и другой какой-нибудь двигатель поставить. Это уже на ваше усмотрение. Я вот такой вот еще нашел от очень большой стиральной машины. Если вам интересно, как поедет с ним докатка, пишите это в комментариях. Если будет много желающих на такой эксперимент, то я его обязательно поставлю. Хотя бы даже на лайв-канале. Уж очень я люблю проводить подобные тесты. Так что пишите в комментариях, что бы еще хотели попробовать поставить на автомобиль вместо двигателя. Пока есть подобный вариант, нужно провести такие тесты. Также напишите, что вы думаете о таком инструменте. Лично я очень удивлен от того, что аккумуляторный гайковерт крутит не хуже пневмы. Даже, наверное, мощнее. Умеют же делать, когда захотят. В общем, ладно. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Спасибо за внимание. И пока. Сейчас опять напишут, что за дичь, где полезные видео. Так где-где, негде их пока снимать. Сами видите, что творится в гараже. Так что пока делаем развлекухи. Серьезные видео тоже успеем поснимать. Так что не переживайте.